С 1 по 7 февраля 2021 года проводится акция по профилактике онкозаболеваний и формированию здорового образа жизни. Поэтому мы сегодня с вами обсудим ряд вопросов, касающихся этой темы. Рак уносит меньше жизней, чем инфаркт и сречь сосудистые заболевания. Но люди боятся его больше, а ведь это не переговор, это диагноз. И чем раньше мы будем диагностировать рак, тем меньше будут люди болеть. Это исследование было проведено нашими учеными, что в Японии и в других развитых странах люди не меньше болеют этим заболеванием. Но там идет раннее выявление этого заболевания, поэтому смертность там намного ниже. Учитывая, что злокачественные опухоли в основном характерны для людей старшего возраста, врачи рекомендуют такие обследования проходить с 40-45 лет. Но это не касается такого заболевания, как рак шейки матки. Здесь обследование нужно начинать с 20-25 лет. Можно сказать, что рак – это проявление долгого воздействия окружающей среды, долгого негативного воздействия окружающей среды на организм человека. Наиболее важными факторами этого заболевания являются физический, химический, гормональный и иммунный факторы, если так можно выразиться. Физический. В чем он проявляется? Человек, который любит есть и пить слишком горячую еду и питье, он рискует заболеть раком гортани, раком пищевода. Человек, в основном девушки молодые, белокожие, которые любят долго жариться на солнце, тоже могут заболеть раком кожи. Поэтому надо к этому относиться очень серьезно. Химический фактор. Химические канцерогены, попадающие в организм, в основном через дыхательные и пищевые пути, также могут вызвать это заболевание. На первом месте стоят алкоголь и курение. Также некачественный продукт питания. Гормональные факторы. Особая опасность представляет повышение эстрогенного фона, который является одной из причин возникновения рака молочной железы и матки. Иммунная система. Согласно современным представлениям, противоопухолевый иммунитет в значительной мере связан с состоянием общей сопротивляемости организма, что включает в себя и систему повышения сопротивляемости организма к опухоли. Сюда следует отметить такие определенные этапы. Первое – очищение организма. Второе – насыщение организма витаминами и микроэлементами. Третье – применение антиоксидантов и адаптогенов. Четвертое – сбалансированное питание. Пятое – активный образ жизни. Шестое – профилактика обострения хронических заболеваний. Про эти этапы поговорим поподробнее, потому что это самое основное для профилактики заболевания. Очищение организма. По очищению организма очень много литературы, есть очень много методик, систем по Малахову, по Семеновой и очень много других. Я хочу рассказать небольшое исследование, которое провел один японский профессор. Он этой проблемой занимался долгие годы. И выявил, если можно так сказать, что если человек не будет есть 16 часов подряд, то его организм будет очищаться и омолаживаться, потому что здоровые клетки будут пожирать больные клетки. Все, что у человека там накопилось, весь мусор, все токсины, все это будет уничтожаться. Это если начиная с 6 вечера до 10 утра, человек не будет есть хотя бы раз в неделю, потом можно два раза в неделю. А для пожилых людей можно это сделать как образом жизни, человек будет меньше болеть. Так, насыщение организмами витаминами и микроэлементами. Для рака самые основные витамины, как вы знаете, А, Е и С. Микроэлементы цинк, селен. Применение антиоксидантов, тоже широко известный. Лимон, апельсин, чеснок, лук, хрен. Они являются очень хорошими препаратами для улучшения состояния человека. Также травяные настои, кому это можно. Так, сбалансированное питание. Но вы знаете, что питаться надо почаще и понемножку, потому что ферментов у нас в организме определенное количество. И если вы много съедите еды за один раз, то ферментов не хватает для переваривания, столь большого количества еды. И еда будет просто гнить в вашем кишечнике, что тоже не очень хорошо. Активный образ жизни, все об этом знают, потому что сейчас едущий образ жизни ведут очень многие. Поэтому ходить на работу пешком, ходить с работой пешком, гулять, ходить на лыжах в выходные дни, по возможности плавать зимой и летом. Профилактика, обострение хронических заболеваний. Если человек знает, что у него проблемы с сердцем, надо больше ходить. Если человек знает, что у него проблемы с суставами, надо меньше ходить, но больше заниматься лёжа. Если колени крутить велосипед, если тазобедренные, тоже заниматься определённой нагрузкой на тазобедренные суставы, есть определённые гимнастики. Если проблемы с дыхательной системой, значит надо дышать утром и вечером по системам дыхательной. гимнастик, тоже человек может выбрать свои какие-то системы, которые для него более приемлемы и которые он знает. Но еще раз повторю, самое главное, это ранняя диагностика заболевания рака. Для этого надо проходить диспансеризацию. Я вам желаю здоровья и всего хорошего.